Хороший подарок на Новый год получили балаковские дети-сироты, которые стояли в очереди на получение жилья. Им выделили 31 квартиру ещё по старому методу распределения с помощью жеребьёвки. Счастливчики уже получили ключи и осмотрели свои квадратные метры. Поздравить новосёлов накануне новогодних праздников поспешил их главный помощник, юрист Александр Чеботарёв, который отстаивал права детей-сирот в суде. Ведь без судебного решения получить квартиру, хоть и положенную по закону, невозможно. Обязательно, чтобы было решение суда, чтобы получить квартиру. У нас так произошло, что я очень быстро её получила. Решение суда у меня было в мае, и вот уже 14 числа у меня уже есть собственная квартира. Благодаря Александру Александру Чеботарёву. При этом на учёте, как нуждающийся в жилье, Виктория стояла с 2008 года. Её ситуация не единична. Многие дети-сироты годами, а то и десятилетиями, ждут свои квартиры. Декабрьская жеребьёвка – уже третья для балаковских детей-сирот. И каждый раз квартиры им выделяли в новом доме номер 70 по улице Саратовское шоссе. Многие из новосёлов знакомы друг с другом. Они вместе ездили на жеребьёвки в Саратов, обращались к одному юристу за помощью, отстаивали свои права в суде. За это время они стали хорошими приятелями и ходят друг к другу в гости. Общаться и обсуждать вопросы об устройстве нового жилья. Были какие-то проблемы с момента, когда вы заехали? Да, когда мы заехали, мы сразу проверили счётчики. На холодной воде было 87 кубов. Мы увидели, что там 87 кубов. Но это не мы налили. Это, видать, когда строители строили. Помыть решили? Да, ну нет, воду таскали. А каким образом вы разрешили этот вопрос? Или вы сами, по-моему, оплачали? Сама оплатили. Наталья поселилась в этой квартире год назад, в декабре 2016-го. На приобретение необходимой мебели она также получила 20 тысяч так называемых подъёмных рублей от социальной защиты. На эти средства могут рассчитывать дети-сироты, которые не достигли 23-х лет. Документов, в принципе, никаких не надо. По большому счёту, никуда бегать не надо. Все документы у них есть на руках. Это их паспорт, копия, первая страница с фотографией, страница с пропиской. Это договор, который с ними заключил Министерство ЖКХ и их банковский реквизит. То есть со всеми документами приходит Управление соцзащиты, пишут заявление. В течение 20 рабочих дней денежные средства пополняются на них, на их счёт. Сейчас в Балакове 77 неисполненных решений суда. Но их будет становиться всё больше, потому что ещё около 400 детей-сирот имеют право на получение жилья. И несмотря на то, что депутаты Саратовской областной думы внесли изменения в закон, судебные решения по-прежнему будут играть большую роль в распределении квартир. С введением нового закона, когда будет учитываться дата постановки на учёт, в любом случае привязка будет идти исключительно к решению суда. То есть понятно, что чисто на законодательном уровне это будет речь идти о постановке на учёт, именно о дате постановки, но фактически это будет реализаться именно с даты вынесения решения суда. То есть у кого решение раньше, тот раньше и получил. Прописаться в новой квартире дети-сироты могут сразу же после её выделения. Также можно прописать детей. А вот супругам придётся подождать до оформления квартиры в собственность. Такие ограничения, даже в части прописания супруга, связаны скорее всего с тем, чтобы, опять же, обезопасить граждан от того, чтобы у них потом эту квартиру не отработали. Потому что, ну, уже из области семейного права раздел имущества, поскольку он прописан в квартире, сам он выписываться не желает, выписать его оттуда невозможно, значит приватизация будет проходить и на него в том числе. То есть если есть ребёнок, то есть одну третью долю в квартире, он, ну, как минимум одну третью долю, он оттяпывает в этой квартире. Поэтому, скорее всего, запрет на регистрацию супруга, ну, я думаю, что в этом есть своя изюминка, опять же, дополнительная мера для поддержки. Оформить жильё в собственности возможно только по истечении пяти лет. Приходят бабушки моих настоящих клиентов, которые спрашивают, а есть ли какие-то гарантии, что у них квартиру не отберут, а есть ли какая-то помощь. То есть им разъясняешь положение закона, они вроде как бы успокаиваются, и, скажем там, ему 18 лет, в 23 года он уже, в принципе, может приватизировать квартиру, но и на этот счёт в федеральном законодательстве и в нашем региональном, соответственно, есть положение о том, что в случае, если сотрудниками министерства будет выяснено, что гражданин ещё не преодолел тот, скажем, тот возрастной порог, когда он уже готов с ним, заключают договор ещё на пять лет. В наступающем году ожидается выделение большого объёма средств на строительство жилья в Саратовской области для детей-сирот, поэтому необходимо успеть получить решение суда, чтобы, так сказать, попасть в число счастливчиков.